Уважаемые друзья, когда-то сама идея нашего присутствия в Антарктике казалась абсолютно дерзкой. Так же, как идея освоения космоса, но, как вы знаете, мы эти невозможные вершины покорили. В 2006 году было принято решение о присоединении уже суверенной Беларуси к договору об Антарктике. Мы должны были сохранить наработанные в советские времена научный потенциал и преемственность исследований. И на имеющейся базе сформировать национальную научную школу. Сегодня в зале у нас, как вы видите, много молодых людей. Значит, мы в свое время все сделали правильно. Молодежь идет в науку, растет новое поколение специалистов, развивается отечественная научная школа. Буквально через неделю отправляется уже 17-я белорусская антарктическая экспедиция. Это говорит об успешности проекта, который стал таким же стратегически важным, как строительство, допустим, белорусской атомной станции, запуск космических спутников, полет в космос. Страна по праву вошла в элитный пул государств, осваивающих Антарктику. Общепризнан высокий уровень развития отечественной науки и наших технологий. Сегодня на самом отдаленном от нас ледяном континенте развивается белорусский флаг. Только 30 стран присутствуют в данном регионе, и Беларусь в том числе. Более того, мы имеем собственную научно-исследовательскую станцию Гора Вечерния с полноценной инфраструктурой, современными научными лабораториями и не только. Что важно, там реализованы самые передовые технологические решения, и эти решения наши, белорусские, в том числе. Мы обладаем серьезным научным производственным потенциалом. Применяемое оборудование разработано нами для использования в экстремальных условиях. Отдельные установки являются уникальными и не имеют аналогов в мире. Нам надо научиться не только их использовать, мы об этом говорили, но и реализовывать. Все должно приносить деньги. Жизнь такая. Полагаю, что опробированные в Антарктике технологические конструкторские решения, материалы, было бы неплохо использовать, как я уже сказал, в различных отраслях в Беларуси. Надо подумать, как ваши исследования могут быть уже сейчас применены в реальном секторе экономики. Это будет способствовать развитию компетенции и смежных направлений, стимулировать высокотехнологичное производство. И, конечно, очень важно, что мы продолжаем активно взаимодействовать с другими странами в деле освоения Антарктиды. Особенно с Россией. Вы помните этот разговор наш с президентом Путиным и вашими коллегами с вами на Южном полюсе. Поддержка будет оказываться, да, и сейчас оказывается, претензий к России нет. Всяческая будет поддержка. Естественно, надо работать вместе, надо делиться результатами исследований и так далее. Особенно сейчас, когда сложная геополитическая обстановка требует поиска новых направлений сотрудничества, принятия эффективных решений для продвижения созидательных инициатив. Антарктика – просто идеальный пример непредвзятых и конструктивных отношений между странами. Слава Богу, что кусок Земли на планете еще есть, где можно устанавливать и развивать такие отношения. По большому счету, научные достижения в таких глобальных направлениях, как покорение космоса, развитие атомной энергетики, противодействия пандемиям освоения полярных регионов являются важным инструментом международной дипломатии. Я очень рассчитываю, что все эти вопросы мы обсудим более предметно в ходе нашего сегодня разговора. Мне интересно услышать, что, начиная от климатических и экологических прогнозов и заканчивая изучением биоразнообразия и особенностей выживания организмов в суровом климате, мы могли бы в будущем использовать в науке и в нашей жизни. Ваши личные впечатления и истории мне также интересны. Край суровый, работа не из легких, да еще вдали от дома длительное время. Думаю, вам есть что рассказать. Я с большим, если вот так подумать, удовольствием побывал бы на этом полюсе нашей планеты. Может, когда-нибудь мы там с вами и встретимся, и более детально не только обсудим, но, как в народе говорят, пошупаем все, что там существует и до чего можно добраться. А вообще спасибо вам за то, что вы, увлеченные люди, умные люди, проникли в самые-самые тайны нашей планеты и пытаетесь это приспособить, привнести в нашу жизнь. Пожалуйста. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые участники нашей сегодняшней встречи. Скажу сразу и прямо при вашей непосредственной поддержке, Александр Григорьевич, Республика Беларусь с 2006 года начала свой путь по изучению Антарктики. Национальная академия наук Беларуси была определена ответственной за выполнение обязательств по договору об Антарктике. В связи с этим, позвольте доложить актуальную информацию о деятельности нашей страны в этом регионе. В 2007 году для управления государственной антарктической программой создано государственное учреждение «Республиканский центр полярных исследований». Тоже при вашей поддержке. Основными задачами центра стали организация проведения белорусских антарктических экспедиций, в том числе подбор кандидатов в материально-техническое обеспечение, отработка транспортно-логистических схем, обеспечение создания и функционирования антарктической станции. В числе этих задач также формирование, создание и выполнение научных исследований, новых объектов инфраструктуры и международной деятельности. С 2007 года проведено уже 16 сезонных белорусских антарктических экспедиций. В настоящий момент готовится к отправке 17-я. Всего на антарктическом континенте и прилегающих к нему островах размещено около 70 постоянно действующих и сезонных научных станций 30-ти государств, включая нашу научную станцию «Гора Вечерняя». В настоящее время к договору об Антарктике присоединились 57 стран, из которых только 29 имеют консультативный статус. Наша страна является пока ассоциированным членом договора. Надеемся, что в ближайшее время мы тоже получим статус консультативной стороны. Подана наша заявка на получение статуса консультативной стороны договора об Антарктике, которое будет рассмотрено в 2025 году в Италии. Республика Беларусь и белорусские исследовательские организации имеют 14 договоров о научно-техническом сотрудничестве в Антарктике с правительствами и организациями из 9 стран-участников. Договоры об Антарктике – это Россия, Болгария, Турция, Новая Зеландия, Великобритания, Франция, Финляндия, Германия и Украина. Отдельно следует отметить стратегическое взаимодействие с Россией в рамках соглашения о сотрудничестве в Антарктике между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерацией. Здесь у нас налажена тесная научно-техническая кооперация, согласованная транспортно-логистическое обеспечение и взаимный обмен научным персоналом. Средство Республики Беларусь в международных сообществах по исследованию и освоению Антарктиды, а также тесное взаимодействие участников антарктических экспедиций с зарубежными коллегами позволяет выгодно позиционировать нашу страну как полноправного партнера, который вносит значительный уклад в исследования данного континента. Научные результаты, полученные в Антарктике, являются эксклюзивными и имеют фундаментальный характер. Глобальные процессы, которые происходят на этом континенте, во многом определяют климат планеты и сохраняют биоразнообразие. Исследования Беларуси в Антарктике – это исследования параметров атмосферы, азоносферы и составляющих радиационного баланса, геологические, геофизические, сейсмологические и метеорологические наблюдения, аэрокосмическое изучение природных объектов, комплексный анализ биологического разнообразия и мониторинг природных экосистем. Также можно отметить и практическую направленность наших исследований. Например, благодаря прозрачной атмосфере данный регион подходит для полетной калибровки оптической аппаратуры нашего космического аппарата. В связи с этим создан эталонный полигон вблизи станции. Оттеночно этот регион обладает богатыми минеральными ресурсами. А воды, морей и прилегающие акватории – биоресурсами. В недрах континента содержит значительное количество полезных ископаемых – железной руды, каменного угля, обнаружены признаки руд – меди, никеля, свинца, цинка, молебдена, горных хрусталей, слюды и графита. Имеется информация о разведанных запасах шельфовой нефти и газа. Однако следует сказать, что в соответствии с договором в Антарктике определено использование региона пока только у мирных или научных целей. До 2049 года на международном уровне действует запрет на разработку и добычу полезных ископаемых. Однако научные исследования недр для оценки потенциала минеральной базы не запрещены. Надо отметить также, что научные работы, проводимые в Антарктиде, способствуются развитию смежных направлений, в том числе разработке отечественной оборудования и приборной базы для функционирования в экстремальных условиях. В защите своего доклада хочу поблагодарить вас, уважаемый Александр Григорьевич, за комплексную поддержку нашей деятельности в этом регионе. И прошу рассмотреть возможность переименовать нашу антарктидскую станцию Гра Вечерняя в станцию Белорусская. Гра Вечерняя в станции Белорусская.